всем привет мы сегодня что будем делать татуировки яйца оригинальный способ мы придумали накрасить яйца на пасху да ну правда у нас татуировки такие еще с хэллоуина остались так что у нас будут такие вот яйца предварительно их надо было помыть отварить и собственно маргоша приступает возьмем к мы звездочку ведь можно взять любые татуировки красивые которые цветами там или с ангелочками то есть тематические под под пасху они такие как как у нас хэллоуинские да да так давайте наблюдать как маргарита это будет делать тепленькой водичкой можно хоть холодный ты яйцо не раздави ладно давай еще звереныша какого-то чертеныша попробуем какого-то чертеныша не знаю чертика ну какие то что тебя тут есть эти монстрики давайте вот эту девочку а можно я попробую ну дай мне тоже кого-нибудь налепить на яйцо или яйцо у нас будет такое одно со звездочкой такое уникальное а как же мне и снимать и лепить хочешь я могу я давай а снимать вот сюда вот на яйцо те мокрые руки яйцо видно яйцо видно хорошо видно да за счет того что яйцо круглое не уверена что хорошо распределяется это ой яйцо а тут звездочку думаешь и не стерла что ее намочила мокрой тряпкой может все не знаю мне кажется он видишь не получается не прилипает за счет того что поверхность круглая и нужно только мелкими деталями вот такое получилось ну мы зато проэкспериментировали остальные яйца накрасим как-то иначе из этого эксперимента мы выяснили что вот такие вот татуировки наклейки надо клеить на яйца разве что только какие-то маленькие которые не будут закручиваться вокруг яйца так как наклейка подразумевает клеить себя на ровную поверхность а не на круглую поэтому у нас вышло как-то не очень да маркушка все будем следующий раз что-то другое придумывать и так еще эксперимент с окраской яиц так маргариточка помогаем берем одно яичко у нас приготовлена марлечка наверное надо намочить вот еще вода что намочить а намочить вот эти вот фигурки вот такие вот мы вырезали из бумаги чтобы они хорошо прилипли к яичку красиво так разложи их замотаем это все в марлю и отправим вариться с яичной шелухой и что она кожи то здесь какое-то такое пустое мне кажется как-то вот так одно по центру сердечко с этой стороны цветочек и маленькие как-то так давай или вот так перевернуть или вот так нормально нормально так теперь мы это кладем в марлю секундочку подожди подожди возьми лучше вот ниточку найди краешу где-то я сейчас попробую собирать нам нужно обмотать и завязать ты будешь держать или вязать вязать и это мы отправляем вариться емкость шелухой еще сверху добавим а второе яичко мы значит сделаем каким образом мы наоборот намочим сначала мне кажется лучше намочить марлю вот так вот марля сюда мы насыпаем вот эту вот шелуху давай рассыпай распределяю ее как-то так клади этого нашего цыпленка и теперь мы вот так его оп теперь я буду держать давай теперь ты сейчас можешь держать давай держим я буду вязать и это яичко мы тоже отправляем вариться итак следующее следующий способ как можно украсить яйцо это в принципе стандартная маргариточка бери стандартная процедура которую все знаете есть готовые заготовки вот такие клееночки которые одеваются на предварительно опускай туда ниже опускай не пальчиками не лезь а вот так пусть чуть-чуть сформируется стандартные заготовочки на предварительно помытое яйцо одевается и опускается просто в кипяток вот таким вот образом немножко можно его там покрутить чтобы хорошо клеенка обволокла наше яичко можно предварительно яйца еще было покрасить какими-то красителями но в принципе достаточно и так оно красиво да тебе нравится да а вам нравится смотрите какое вот такие вот есть разные красивые рисунки ну собственно это еще не все мы будем показывать вам дальше наши следующие варианты покраски и так следующий оригинальный способ окраски нам понадобятся красители вот такие вот у меня есть красители обязательно перчатки так я срезаю уголочки на красках и стаканчики такие вот у меня такие вот пластиковые есть у вас возможно могут быть какие-то другие ты хочешь насыпать но я планирую не все высыпать а как какую-то часть ты скажешь как это стоп то есть нам в принципе там много не надо ну вот как-то так наверное мы же планируем эксперимент только на одном яичке поэтому я думаю нам слишком много не потребуется сюда вот аккуратненько ставим это было нет это вообще мы не сыпали насыпай спасибо ассистент так дальше нам понадобится ложка чтобы налить понемножку сюда вот так вот красителя можешь вот по чуть-чуть много не надо то есть не целую ложку а половинку даже да вот так вот отлично так как у нас красителя там немного и чтобы красочка была насыщенная в принципе да отлично теперь чтобы цвет хорошо взялся нам необходимо еще добавить сюда уксуса краситель перемешаем пожалуйста в это время мы яичко заматываем в салфетку вот так вот салфеточку и что мы делаем дальше давай зайка и мы берем и вот так вот капаем разными цветами и 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 Смотрите продолжение в следующей серии. И так оно должно полежать какое-то время, чтобы прокраситься и только потом его распечатывать. Вот такое разноцветное яйцо дракона у нас получилось. И еще один интересный способ это покраска яичка с помощью обычных лаков для ногтей. Так мой ассистент Баргарита, вы готовы? Да. Мы взяли мисочку, которую нам судочек такой, чтобы не жалко было испортить, если вдруг лак туда прилипнет. И мы экспериментируем вместе с вами. Поехали. 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 вот такая вот какая-то мраморная непонятная штука получилась красота и также надо еще с другой стороны чтобы покрасилась тоже опускать и это должно высохнуть вот такая вот красота у нас получилось это с разноцветными красками маргавита его назвала лицо дракона это из шелухи мелко нарезанной намятой такой завернутой в марлю красный и желтая шелуха была это стандартные покупные такие пакетики клееночки это немножко послезали не плотно было привязаны наши рисуночки съехали поэтому краска получается вот не до конца не четко так все это вышло кстати в нашем детстве мы не вырезали бумажки но самое хорошо прилипали и четкий такой прям белый светлый орнамент оставляли листочки которые мы собирали на улице маленькие красивые такие это очень красиво смотрится гораздо круче получается чем вот такие и обвязывали мы не марлей а капроновыми колготками вот вот такое вот необычное красивое яйцо получилось из лаков прям мраморное не до конца досохло немножко липнет ну вот такая вот оригинальная штучка вышла вот мне кстати больше все таки нравится такие вот разные разводы вот эти вот очень оригинально это банально то есть такое может сделать каждый это без проблем вот так что пробуйте делайте пишите в комментариях что у вас вышло какие яйца понравились вам всем пока пока